В осени 43-го года в Гомельском районе проходили жорсткие бои за вызволение. За 10 днём битвы только у одной из 10 дивизий загинуло полтысячи солдат. Имёны многих, как и место их похования, заставались невядомыми долгие 10-ти годы. И только сё лето, дякучи намаганием 52-го особного специализованного, пошукового батальона Министерства обороны и клуба «Пунцовые погоны» Гомельского-Гадыцкого в училище, отрымалось выявить останки 69-ти загинувших и установить их имёны. Сколько их точно смогли установить только тогда, когда были сгумированы все останки. Работа очень кропотливая. Было 10 детей. Это были каникулы, июнь месяц. Разбили палаточный лагерь и в течение пяти дней жили прямо возле раскопа. Как реагируют? Это, наверное, один из тех моментов, когда дети становятся взрослыми не по часам, как по календарному сроку из года в год, а когда они становятся взрослыми буквально на глазах. Выявленные останки перепаховали по усих канонах у братской могиле увёзцы старые дятловичи. Дорогие, за свободу нашей краины у Великой Айшины измагались народы усяго Советского Союза. Это были люди разных веровызнаний у православной, у мусульмани, иудеи. Тому церемонии похования удельничали представники усих этих конфессий. Память загинувших ушановали хвилины молчанья. У их гонор прагучали сброевые залпы. Не застались у Баку от этой падеи удельники военно-историчного клуба, який дейничает при предприемстве «Энергозбыт». В тех местах погибло много людей. Там наступало два полка, Красная Армия, при освобождении Гомеля района. И понесли тяжёлые потери. Вот мы очень хорошо знаем об этих местах. Мы обмениваемся информацией. Это общее дело. Это наша память. Здесь ковалось освобождение Гомеля, Гомельского района. Здесь люди погибали. И именно об этом нужно помнить. На момент гибели многим из этих солдат не вспомнилось и 20-ти годов. Сгодно с экспертизой, некоторые были инвалидами, имели полное право не удельничать у военных денег. Однако воевали на ровне с иншими. Среди их были танкисты и члены стрелковых полков. Некоторые опушный притулок сдобыли за тысячи километров от родного дома и своей семьи. Нашатки вызволителей, которые доведались, что останки их дядов и прадедов были выявлены и будут отданы земли, вы решили приехать как особиста ускласти к ветке до братской могилы. Алик Шайхлия у делях этах опера доли у больших две тысячи километров. Прадед наш тут. Вот. Как бы не просто так. Наша кровь. Отпросились на работе, приехали. Спасибо поисковикам, кадетам, кто занимался этим. Всех благодарим. Помним о своих близких. Если бы их не было, нас бы не было. Если бы мы... Вот если бы они не защитили нас тогда в те времена, как мы жили, мы бы были вообще? Нет, это неизвестно. Мы благодарны им за это. Должны быть всегда. И не забывать о них. Ганна Ковалева, Максим Славин. Телерадо. Компания «Гомель».